Мне так не хочется своими речами портить этот прекрасный ролик и прекрасную музыку, поэтому говорить это мало и постараюсь только по делу. Думаю, пока все понятно, поэтому я стараюсь не включаться и портить вам просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует... С помощью корректирующего средства от Chanel выравниваю контур грани, так как у меня есть небольшая вавка, если можно ее так называть, под правой бровью. Она кажется не такой четкой, поэтому мне кажется, в данном случае это обязательное условие. В качестве дымки на складку века наносим светло-сиреневый холодный оттенок. Из-за такого градиента и количества оттенков, которые мы сегодня будем использовать, коричневых и черных цветов, мы как раз-таки получим глубину макияжа. И с моке айс не будут смотреться слишком вульгарно. Например, раньше всегда, когда мне кто-то их рисовал, я думала, что с моке айс мне просто-напросто не идут. Но это не так, можно, в принципе, использовать для вечерних выходов. Такой вариант смешивая несколько оттенков коричневого и светло-фиолетового цвета. Мне кажется, они идеально подойдут для блондинок и для светлоглазых девочек. Дополняю верхнюю внешнюю слизистую, а затем обравляю глаз с помощью этого же черного карандаша. Я больше всего люблю от марки Mix Slide On или от Urban Decay 24 на 7. Они самые-самые лучшие и для слизистой, и также им можно подводить сам глаз, только обязательно быстро нужно растушевывать. Беру любые черные тени, я взяла палетку The Rock Nudes от Maybelline, и также прорабатываю вот этот переход, градиент, все хорошенечко растушевываю с помощью кисти, и можно переходить к душе. Продолжение следует... Хочу обратить ваше внимание на реснички с Алиэкспресс. Это моя, на самом деле, находка. Продолжение следует... 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 Всем хорошего настроения, пока!